И Сына, и Святого Духа. Это второе у нас рассмотрение выступления Александра Глебовича Невзорова. Так называемый молебен. Я уже несколько раз его смотрел. Лично я с ним не знаком. Ну, в первую очередь, даже перед зрителями он курит. Притом во время своего выступления даже несколько раз раскуривает табак. Доказывает, что это вредно и прочее. Лично я, когда встречаюсь с человеком, и он курит, у нас принято не разговаривать, пока он не бросит папиросу. Человек, который курит, он все время где-то там в тумане, в дыме. Не надо рассказывать нам. Это лучше всего расскажет профессор Жданов Владимир Георгиевич. Профессор. Его опровергать никак нельзя. Доказательство того, сколько людей погибает от табака и прочее. И он не верит. Почему? Ну, плоды неверия. Плоды неверия, они всегда губят человека. Вот как образец, допустим. Я хозяин вот этой комнаты. Если я хозяин, я о ней забочусь. Протекает крыша, я латаю крышу. Пол где-то не так. Я пол не мотирую. А квартирант не так. Он живет койко здесь, он сдвинул ее в сторону. Протекает дальше, ушел на другую квартиру. Вот так делает сатана. Он не творил человека. И поэтому он разрушает человека. Вино, водка, табак. Ему разницы никакой нет. Отравил одного, умер. Курящий минимум на 12 лет меньше живет. Это доказывать даже не надо. Он перейдет к другому человеку. Это плоды неверия все. И доказывать, что неверующий это плохо, а верующий это хорошо, еще доказывать. У человека есть цель. Любого врача, который маленько разбирается, спроси его. Вот люди верующие, неверующие болеют. Болеем мы все. Я стараюсь в больницу не попадать, но когда-то попадал. Были аварии, я всю жизнь работал на стройке. Люди где-то лукавят. А у меня три грыжи только на позвоночнике. Такие большие тяжести. Пришлось таскать рельсы, шпалы. Я всю жизнь провел на стройке. Так что отнести меня, которым вот Невзоров относит, люди не работают, а лишь бы грызут глотки друг другу за икру. Он просто не знает меня, если бы он знал. В прошлое время, чтобы ему понять, как я живу, у меня в месяц уходило на питание 9 рублей 80 копеек. Хлеб стоил 16 копеек тогда. Ну реши, войдешь ты в этот режим или нет. Вот наши сейчас привозят, мы строим православную деревню с нуля, православную. Среди 17 тысяч разрушенных в России, это единственное наше, где на старинных, благочестивых, евангельских, христианских обычаях строится деревня. Не пить, не курить, не материться, не воровать, не лгать. То есть то, что сегодня губит нашу страну. И вот в нашей деревне люди смотрят за этим. Чтобы никто не курил. Въезжая в деревню, мы видим везде надписи, на территории деревни курить запрещается. На территории деревни курить запрещается. Если бы он был здесь лично, я имел доступ до него, я бы сказал, неужели ты в это не веришь? До моего возраста, 73 года, ты никогда можешь не дожить. Никогда. Потому что ты сам себя все время отравляешь. Такие знания Бог тебе дал, такое умница. Зачем ты губишь себя? А почему курит? Евангелие говорит, делающий грех есть раб греха. Раб. Человек, который не верит, у него бессмысленная жизнь. Он живет для могилы, для лопуха. У него ничего дальше нет. Даже тут доказывать ничего не надо. Как так? И проповедовать атеизм? Да это даже безумием златоуз, говорит, нельзя назвать. Сказал, безумец в сердце своем нет Бога. Это не еврейская только мудрость. Это сказал Давид, Духом Святым написано. И вот, говоря об этом молебне, он неоднократно называет ворвавшийся в храм Христа Спасителя. Он говорит, так называемое, так называемое. Ну, хоть как говори, но храм Христа Спасителя, такое название. Ну, так называемая Москва, так называемые, я вот лапки, так называемые. Это тоже не унижает. Не так называемое, это по паспорту так названо. Так презрительно отзываться о храме Христа Спасителя, основания-то никакого нет. Храм-то не виноват. Вот девочки. Неужели он не знает, что слово девочки относится с охраняющим девством? А та, которая выйдет замуж, она не девушка, называется женщина. Тем более этих, как отец Смирнов, Владимир Дмитриевич, он называет особи. Другие называют тварь. А другие просто сидят там, дают интервью и на букву Б всех называют. Что они вытворяли там, в каких местах, куда засовывали этих цыплят, где выступали. Ну, не надо, уже закон их осудил. Но я абсолютно точно говорю, их трогать было нельзя. Тем более, вот Александр Глебович здесь говорит о том, как им на них грозились там засунуть в глотку микрофон. Верующий этого никогда не может говорить. Никогда. А могли ли сказать православное вот это? Да, могли. И он не лжет, Незоров. Он говорит, что вот это так есть. А что, кто виноват в этом? Он отвечает по-своему, может быть, правильно. Это настрой, такое дают священники. Какие были инквизиции, он перечисляет. Молот, ведьм. Ну, все это было. Но Иисус Христос говорит, вот в этой книге, Святая Библия. Он говорит, какую неправду нашли во мне отцы ваши? Какую? А он говорит так, что, ну вот это христиане, а вот поэтому все это падает на основателя этой религии, на Иисуса Христа. Так никто не решает, что на него падает. А какое он отношение имеет? Эти люди только именем Христа назывались. Иоанн Златоуст говорит, слово христианин название во многих случаях является только звук, вводящий других в заблуждение. Христианином тот, кто исполняет заповеди его. Не может Александр не знать этого. Я вот кратко выписал, о чем он говорит. Говоря о количестве злобы, которые, да, и дальше, Псалом 136, возьми младенцев, возьмет и разобьет, а камень, ну надо же говорить, откуда это идет. Это написано в Ветхом Завете. К христианам никакого отношения не имеет. Это Ветхозаветная книга, Псалтыр Давида, самая популярная в мире книга, самая считаемая. Ее читают и при рождении, и при смерти, и католики, и мусульмане. Мусульмане считают, даже мусульмане. Ее считают все еретики и сектанты. И он это тоже знает, я его не могу в этом наставлять. И теперь в новозаветном духе, Иоанн Златоус это все растолковывает в Пятом Творении, в своем 12-томниках, что речь идет о мыслях безбожных, которые только зарождаются, и их нужно разбить о камень веры. Вот и все. А чтобы брать за ноги, разбивать младенцев, это говорили израильтяне, желающие как-то отомстить вавилонянам, которые их пленили. Христиане приняли эту книгу в Ветхий Завет. Ветхий Завет весь понимается в духовном уровне, поднимается в новозаветнем. И это тоже он не может не знать этого. Еще какое место здесь он говорит? Вот о том, что преподают основу православной культуры, и что не надо. И он научает, как не надо это делать. Я тоже считаю, что не надо. Тут я согласен. А зачем? Господь нигде не заповедовал, чтобы люди какую-то культуру несли. Людям нужен Христос. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а они верующие не увидят. И никакой конъюзации тут не надо. Все верующие по Священному Писанию называются святыми, избранными. Те люди, которые движимы Духом Святым, которые живут в Духе Святом, не в табачных миазмах. Которые день начинают с молитвы, с благословения от Господа. И верующие и неверующие очень отличаются. И Александру Глебовичу нужно было бы просто повстречаться с настоящими верующими. Ему не обязательно приходить в православный храм, который ему неприятен. Я не знаю, чем это вызвано. Ему этот вопрос задавали. Но что-то у него есть. Это тоже... Тебе кто-то сделал неправильно, а ты все время держишь в себе и губишь себя в этой неприязни. Это неверно. Ну пойди ни к нам, ну пойди к пятидесятникам. Посмотри, там настоящие христиане. Ну тебе не нравятся иконы, свечи. Ну пойди к Баптистам на Маловузовскую. Ты прекрасно знаешь. Посмотри, какие там прекрасные люди. И что они ничего там не создали. Ты посмотри, сколько там людей неверующих. Таких, как заслуженный артист СССР Богачоп Юрий. И таких сколько там. Таких, как Вера Кушнир, Яр Пес, я только которые знаю. Эти люди, которые много страдали. Как бойко. Все страдали от атеизма. В наше сегодняшнее время вся страна стала гулагом от неверующих. Вот это лжекрещение, оно породило Сталина, Кагановича, Гитлера. Это все лжекрещение. Никакого отношения к христианцу, конечно, оно не имеет. Меня, например, выступление Мюзорову здесь нисколько не трогает. Потому что то, что он говорит здесь о той злобе, какая была, перечисляет ученых. Да, все это было. Но какое отношение имеет это ко Христу? Он их перечисляет наизусть. Но если я его спрошу, а ты веришь, что они где-то живы? Как атеист, он ответит, нет. А зачем тогда все это нужно? Жил, пил, ел, умер, и нигде ничего нет. Это уровень животного. Стоит только прочитать басню Крылова, писатель и разбойник. Чтобы уже понять, что эти люди где-то мучаются, которые совращали не одного, а сотни людей с своими трудами. И перечислять их, и призывать к подражанию им, это совершенно болезненно, ненормально. Те люди, которые увлекли людей в бездну адскую. Ну, о первом, о котором он говорит. Я пояснял, да, что нужно было сделать. Как только сообщили, что эти непристойно ведущие себя люди, женщины, которые ворвались в храм Христа Спасителя, и это доложили начальству своему, решение должно быть принято только одно. Купить большой амбарный замок и храм закрыть. Но тоже сообщили, что еще в трех-пяти городах было все храмы закрыть. Никого не поносить. Этих людей, если нужно узнать, фамилии не нужны, а имена. Ее звать так-то. Но из-за нее молиться. И объявить по всей Москве, всем христианам, храм закрыт. Все. Не сдавать ни в аренду не будут, ни гаражей не будут работать, никого. Не надо никакой охраны, храм закрыт. Там никто ломать дверь не будет. Но только молиться, и молиться три месяца день и ночь непрерывно под дождем, под солнцем. И молиться, в первую очередь, о самих себе, что потеряли веру в Христову. Потеряли, в первую очередь, священники, патриархи, епископы. Они считают за Христову веру то, что они вот сейчас сделают. Но если сравнивать по Слову Божию, то там от Слова Божия почти ничего нет. Мы однажды решили спокойно, тихо, медленно считать деяния апостолов. Как Иоанн Златоуст говорит, это не деяния апостолов, а деяния Духа Святого. 28 глав. Считая по одному стиху. И мы спрашивали, у нас это есть? Я православный. Нет этого у нас. У нас ничего этого нет. Считаем 5.43 деяния апостолов. Из посторонних никто не смел пристать к ним. Никто. Здесь двери открыты. Мы были в Киеве. Я грешный человек. Поинтересовался, сколько приходит и уходит. В течение одного часа, в течение вечернего богослужения, 700 человек. Зашло и 700 вышло. Это проходной двор. Поступить в любую организацию что-то требуется. Зайти в православный храм и причаститься, раскрыть рот. Ничего не требуется. Там ничего не надо. Совершенно не надо рождения свыше. Не надо отставать от грешной жизни. Даже только она сказала, да, я сделала аборт. Ну ладно, там 40 поклонов сделаешь. Она аборт сделала, убийство. Она отлучена минимум на 12 лет. Да тогда никто не будет ходить. Да тебе зачем ходить-то? Зачем? Опять же, Невзоров прав. То есть борьба идет за рубль. За каждый рубль борются. Вот у нас вообще движения денег нет. Никакого. Нас налоговая инспекция вызывала несколько раз и не могли поверить. Как православные, ну а как свечи? Ну как? Мы складываемся всегда вместе, покупаем воск. И чистые наши сестры, они льют их. И батюшка ставит сколько надо. У нас со свечами не ходят. Ну а вот доход, продажи, у нас продажи нет никакой. Вот эти книги изданные, мне бы, конечно, не издать. У меня минимальнейшая пенсия. За 35 лет стажа работы я сейчас получаю со всеми льготами, кажется, 5400. Ну вроде бы 5700 будет на следующий месяц. 5000 всего. И я в них вкладываюсь. Но я прожил жизнь-то не так. Вот я рассказываю для незнающих. Когда я первый раз услышал, что положено десятина отдавать священству, это было в 1962 году. Вот нынче уже 50 лет. Я сразу внутренне решил, я буду давать 9 десятин. Не брать. Я знаю, что Александр Невзоров не встречался с такими фанатиками. Я работал в это время на корабле. Хороший у меня был заработок. 9. То есть я получаю, если тысячу, 900 рублей я отдаю на дело Божие. А кому? Ну я знаю, кому. Зачем мои деньги считать? Я православный. И меня Бог вразумляет. Могу не скрывая сказать, куда мы главное отдавали, что часть священникам, уборщинцам, а большую часть, примерно 90% из того, что у меня есть, мы отдавали баптистам. Отделенным, такие называются, Совет Церквей, которые где-то там, под полях, печатали Новые Заветы. Мы все туда несли. Это перед Богом. А там пишут, продажа не подлежит. Не подлежит бесплатно. Это наш там был труд. Я 50 лет прожил в этом накале. 9-10. Поэтому я всегда работал на 2-3 работах одновременно. Чтобы были деньги, чтобы, говорится, с голоду не умереть. Надо научиться просматривать веру человека, а не того, что были такие атеисты, перечисляют их священникам. Да зачем они нам нужны? Люди, отрисавшие Бога. Они это несчастные люди. У них ничего впереди не было. Как они страшно умирали. Вот Александр Глебович вспоминает Вольтера. Эти книги подлежат, конечно, не исследованию. Они ведут против Бога. Доктор Траншен, который присутствовал при смерти Вольтера, говорит, смерть Вольтера, безбожника, и смерть верующего человека, это как бурный океан и тихая гладь воды. Он метался. Он заранее подписал, что не верьте мне, буду высылать там священие, как сердце. Не верьте мне, это я в беспамятности. Не вызывайте. Он после вызывал, он видел демонов. Сестра Милосердия Монахиня, после его смерти, она присутствовала здесь. Когда в следующий раз ее нужно было послать куда-то, она спросила больному, а он верующий или нет. Ей сказали, ты сестра Милосердия, как врач, ты обязана быть прелюбом. Она говорит, никогда. Я видел смерть Вольтера. Он видел демонов, как душу его тащат в ад. И приводить этих людей, ну это значит, приготовить самому себе такую участь. Зачем Александру это надо? Это неверие побуждает к этому. Вот я 73 года. Я учился в школе. Закончил 10 классов строительный техникум. Из тех, которые со мной были, мои ровесники, практически только один остался. Один. Больной, запившийся, ничего нету. Никого нету. Несколько их убили из-за жен. К чужим женам пошли. Такая была их участь. Большая часть запилися. Их нету, они сгорели. Сгорели в возрасте там 36, ну разными-разными бедами. Сатана их увлек из этой жизни. Мою жизнь Бог продляет. Я еще ни одной таблетки за всю жизнь не съел. Все время в трудах. У меня три голубятни. У меня постоянно люди. Я начальник детского лагеря. Тысячи детей за 40 лет подняты без рубля от государства. Без единого рубля. Вот в прошлом году мы проехали. За один год я подарил книг в библиотеке. При моей мизерной зарплате. Не зарплате, а пенсии. На 3 миллиона 150 тысяч. Мы подарили. Для людей это непонятно. Почему, зачем, что вами движет. Любовь. Любовь ко Христу. И я тут разбираю его выступление. Меня попросили. Пусть он на меня не обижается, если он когда-то прослушает. По любви к нему. Прежде чем это говорить, мы сейчас только молились Господе. Открой Александру глаза на ту бездну, какая перед ним. Уже разверстая. Чтобы он не погиб. Я не думаю, что моя молитва и молитва моих друзей, которые согласились об Александре Невзоровой молитве. Чтобы Бог укротил его сердце. Не дал ему погибнуть. И вот в этом, это у нас будет второй ролик или как назвать. Вот мы здесь немножко всего поговорили о том, о чем он касается. Вот об этих людях, особенно о молебне много, много говорено. Я сказал свое мнение. Мнение тоже в Ютубе есть. Перед храмом Христа Спасителя я молился, поднимал с друзьями руки. Господи, в разуме этот народ. Их трогать нельзя было. Ни под каким видом. И где только что осквернили, все закрывать храмы. И молиться три месяца. А почему три месяца? Почему Моисея был скрываем три месяца, когда был младенец? Ты на слово три месяца открой симфонию, посмотри, ты увидишь. Это знаковое число для того, чтобы мы приготовились к очищению. А кто виноват, что они такие? Мы виноваты. Мы им не проповедовали. Эти люди, которые ворвались, эти грязные, невоспитанные, злобные, дикие женщины. Они Бога не знают. Они достойны только сожаления. И поэтому рассуждать вообще не о чем. О них можем только плакать. Не поносить, ничего нет. Но характеристика им одна такая, что эти люди живут в грязи. Хуже свиней. В грязи нетелесной. В грязи духовной. И это все показано сегодня в интернете, чем они занимаются. Там в магазинах, на выставках и везде. Даже подумать страшно. А что было бы, если бы ворвались к мусульманам, голову отрезали к евреям? Я всегда говорю, нам это надо. Мы христиане. Христианство – это высшее откровение Божие. Откровение. Какими мы должны быть. И поэтому на Христа возлагать то, что делают люди под именем Христа, не то, что неразумно. А никак, даже на то и отвечать не надо. Вот разбор этого ролика его о молебне. Все.